Лекция номер 10 Лекция номер 10 И надо привлечь внимание и человека вернуть в это приложение Соответственно, используемых вариантов на самом деле очень много Это и нотификация о каком-то событии, как в календаре Так и напоминание что-то сделать В некоторых приложениях я даже встречал какие-то опросники, которые предлагают пройти И так далее Игры активно используют для возвращения игрока в игру Если просто пользователь некоторое время в игру не входил То ему обычно показывается нотификация о том, что ему дали какой-то, например, бонус небольшой И как бы с предложением, собственно, запустить игру Обычно человек, соответственно, кликает, возвращается в игру и какое-то время там еще проводит Собственно, это способ о чем-то сообщить и вернуть вас в приложение Как видите, тут, в принципе, весь список, что надо делать и не надо И два последних пункта, достаточно важных О том, что не надо кидать их очень много Ну, во-первых, есть даже лимит на число нотификаций Он нигде не указан Но вот судя по обсуждениям на Stack Overflow Их всего может быть заведено порядка 500 штук в Allarm Manager На некоторых телефонах меньше Это, кстати, зависит еще от производителя телефонов У Samsung некоторых вообще их может быть штук 20, но на приложение Поэтому будьте внимательны, когда вы их заводите наперед Не так много Ну и не забывайте о том, что людей, в принципе, нотификации раздражают Большинство людей не готовы видеть нотификацию просто так Они ожидают увидеть там действительно полезную информацию Которая как-то им облегчит жизнь А если там будет на самом деле какая-то ерунда Первым делом, что они сделают, это, наверное, снесут ваше приложение Мы поговорим чуть позже о том, что в Android O, то есть в Android 8 Появился очень удобный механизм для работы с нотификацией К сожалению, он работает только в Android 8 На других, более младших системах Этой возможностью нельзя воспользоваться по настройке Но будем надеяться, что через пару лет, тройку, может, когда Android 8 будет на большинстве устройств Жить с нотификациями будет легче Смотрите, выглядят на самом деле они вот как-то так То есть бесчисленное число вариантов Бывают какие-то маленькие нотификации Где у нас есть буквально заголовок, короткий текст Их развернутый вариант, когда они разворачиваются в увеличенное сообщение Бывают здесь какие-то, тут вот не видно, тут на самом деле Типа такой кнопки, action button и вот здесь она И можно, в принципе, даже при желании встроить картинку Вообще, нотификации при желании поддерживают кастомный лей-аут И вы можете сделать там практически все, что угодно То есть любой лей-аут, какой вы хотите Но не забывайте о том, что обычно пользователь ожидает увидеть примерно стандартную нотификацию А не какую-то там анимацию и так далее Поэтому старайтесь соблюдать гайдлайны В принципе, как нотификации описаны в том же материал дизайн Можно посмотреть, там есть отступы там различные и так далее И старайтесь с них укладываться Собственно, их можно еще группировать Это достаточно важный, как бы, такой кейс И Google, когда проводит ревью, если мы говорим о фичеринге Они на это обращают внимание Это о чем говорит Если у вас есть какое-то повторяющееся событие Одинаковое примерно в приложении Ну, например, о том, что там Вам добавили комментарий Или еще что-то такое Не надо показывать одну, вторую, третью, четвертую нотификации и так далее То есть большое число вы как бы захламляете экран нотификациями Вы берете и объединяете в одну группу Да, там есть возможность при создании нотификации указывать, что они относятся к одной группе И тогда будет показываться как бы одна нотификация Но потом, когда вы разворачиваете ее, там видно, что на самом деле сообщений-то на самом деле несколько Может быть, вы, если сталкивались на андроиде, видели там смс-ки, когда приходят обычно Они тоже группируются обычно в одну нотификацию, да, если несколько штук Но когда вы разворачиваете, видно, что от разных отправителей Собственно, это именно сделано для того, чтобы не захламлять ваш экран Есть еще вот такие нотификации, называются они HeadUp Notifications Можно специальный флажок поставить Это значит, что нотификация будет как бы появляться даже поверх вашего приложения Если у вас есть любое какое-то приложение, да, вы в котором сейчас сидите И приходит вот эта HeadUp Notification, то она поверх вашего приложения появляется И обычно здесь есть какие-то кнопки, призывающие к действиям, да Это сделано для того, чтобы у вас была нотификация, которая, ну, крайне важна Да, вот здесь, как пример, входящий звонок Входящий звонок у нас тоже реализуется с помощью нотификации Соответственно, когда пользователь даже находится в каком-то другом приложении Надо показать ему, что, собственно, идет входящий звонок А он уже решит, что ему делать, отменять его или принимать Соответственно, здесь показан вариант нотификации, когда они отображаются на локскрине Ну, тут все достаточно очевидно Вы можете настраивать нотификации, показывать им приватную вашу информацию, не показывать И, соответственно, для этого тоже есть необходимые настройки Но еще есть такая штука, как каналы Вот, собственно, она появилась в API 26, то есть Android O Тут не очень хорошо видно Это на самом деле такое окно настройки приложения И вот здесь перечислены группы и нотификации Значит, для чего это сделано? Сейчас во многих приложениях нотификаций на самом деле много То есть вы можете, например, сообщать о каких-то комментариях Да, если это какая-то социальная сеть Сообщать о оставленных там прямых сообщениях Может быть, о каких-то событиях, которые произошли еще Может быть, какие-то важные сообщения, да, которые, ну, например Вышло обновление приложения, критически важное, да И вы как-то хотите об этом сообщить человеку Теперь представьте, что вы, соответственно, отправляете эти нотификации Человек, когда их читает, например, у вас очень часто появляется Какая-то нотификация, ну, об оставленном комментарии И человеку это, ну, как бы, ему надоедает Нотификации можно принудительно, в принципе, отключить То есть там есть специальный флажок, да Можно там на ней подержать некоторое время палец Ее сдвинуть, и появляется кнопка настройки Можно через настройки приложений Но тогда отключаются все нотификации То есть потом, даже если произойдет какое-то важное событие Вы о нем сообщить не сможете А вот с помощью каналов вы можете, собственно, разделить Как бы категории этих нотификаций То есть вы, например, можете создать категорию для эпизодических напоминаний Да, о том, что что-то произошло Ну, например, у вас там три новых сообщения в ленте и так далее Это, например, вы называете как канал, я не знаю, там, информация о сообщениях Потом вы заводите канал, например, важные обновления, да И, соответственно, вы будете им пользоваться, когда вы показываете действительно какие-то критически важные сообщения Ну, и там третью группу И когда вы заводите нотификацию, вы можете указать, к какому каналу она относится А пользователь, вот здесь, в экране настроек приложения, может, собственно, с помощью тумблеров, вот этих радиобаттонов Может какие-то отключать, а какие-то оставлять включенными, да, нотификации И, соответственно, он может, например, те назойливые, которые ему постоянно надоедают, отключить, да, чтобы, соответственно, его не отвлекало А важные сообщения какие-то, соответственно, оставить То есть, например, если у вас банковское приложение, то же самое Если вы хотите какие-то сообщать информацию о бонусах каких-то, которые появились Или еще новинках, там, предложениях в счетах Вы можете это использовать, там, один канал А, например, важные сообщения о том, что там карта заблокирована, там, какая-то сомнительная операция прошла, еще что-то Отправлять в другой канал И таким образом, собственно, ну, быть обезопасенным в том, что пользователь не отключит все нотификации, а важные все-таки оставит Это очень полезная и классная штука, которая появилась в API 26, но, к сожалению, работает только там Давайте посмотрим, что вообще есть, какие требования и рекомендации вообще, что делать Ну, собственно, по клику на нотификацию обычно приложение должно открываться То есть, если просто пользователь нажмет, может, конечно, сделать так, что при нажатии оно исчезает Но иногда пользователь забывает, собственно, в каком приложении произошла нотификация И он, на самом деле, потом не может вспомнить, собственно, что ему надо открыть Поэтому по клику обычно, собственно, запускается приложение В нотификации надо указывать время И время не создания нотификации, да, когда вы ее создаете А время произошедшего события Потому что оно могло произойти немного раньше, а потом еще будет висеть на экране А нотификацию вы еще можете обновлять несколько раз Собственно, схожие нотификации, как я говорил, объединяете в группу для того, чтобы не загламлять экран Ну, собственно, можно показывать маленькое превью Это есть специальная настройка, собственно, может быть, вы видели, когда пробегает по статус-бару Такая тонкая полосочка текста, да, вы в тексте можете указать, собственно, что произошло Это сразу привлечет внимание Ну, собственно, еще использовать иконки, которые соответствуют вашему приложению Чтобы человек хотя бы, ну, узнавал, кто ему послал нотификацию Это сразу привлечет внимание И достаточно важный еще параметр, что по гайдам гугла они рекомендуют использовать монохромные иконки для нотификации Да, если вы видели, в статус-баре обычно они черно-белые Цветных практически иконок не бывает, которые всплывают раньше До Android 4.0, наверное Каждый изгалялся, как хотел У всех были свои цвета Там, ну, я не знаю, Mail.ru использовал какие-то свои классические синие Яндекс желтые, там кто-то еще И у всех у вас такой светофор прям появлялся на статус-баре Что очень отвлекало человека Вот, но самое главное С учетом того, что появилась возможность сделать статус-бар прозрачным Да, вот как у нас было в примерах с Material Design Когда вы можете указать Fit System Window И у вас как бы ваш Toolbar или Navigation Bar фактически перекрашивает статус-бар Да, монохромные иконки будут корректно отображаться на нем Да, они будут инвертироваться, соответственно, в зависимости от того, там, какой цвет у статус-бара И у них фактически два цвета будет, там, либо темный, либо светлый А когда у вас цветная нотификация, она может, ну, сливаться с фоном другого приложения Это, в принципе, все Еще, конечно, раз напомню о том, что старайтесь не заспамливать пользователей нотификациями Потому что, ну, это реально отвлекает Очень много приложений сейчас в телефонах Очень многие из них шлют нотификации Бывает, ты открываешь, и у тебя там просто весь статус-бар в каких-то иконках что-то происходит Еще важный, в принципе, совет Какой? Постарайтесь в вашем самом приложении внутри Также отображать какой-то статус обновленной информации Для чего это я сейчас объясню Предположим, у вас нотификация произошла Пользователь сейчас не до нее Он ее смахивает, но он запомнил, что что-то произошло Да, ну, например, это Facebook Потом его он открывает и пытается вспомнить А что же была за нотификация? То есть там был какой-то текст, ему о чем-то сообщили, но он не помнит И приложение никак это не демонстрирует Соответственно, до той поры, пока, ну, грубо говоря, пользователь не ознакомился с этой информацией в вашем приложении Хорошей практикой будет как-то подсвечивать То есть если у вас обновились там посты, да, то показать количество там постов, что оно там, соответственно, изменилось Там показывать циферку новых постов Может быть, завести отдельный прям раздел, да, там сделать какой-нибудь колокольчик, например И там, соответственно, пользователь, когда на него кликает, у вас появляется список, собственно, недавних событий О которых вы, собственно, привлекали пользователя Это облегчит понимание пользователя, что вообще произошло Потому что очень часто пользователь не идет сразу по нотификации внутрь приложения А просто ее смахивает, потому что она ему мешает А запустит приложение позже, и ему надо как-то вспомнить о том, что же было Ну, тут будет небольшой пример Вот мы на самом деле сейчас потом просто, как обычно, посмотрим в Android Studio Но создание нотификации очень простое Есть специальный класс, который называется Notification Builder С помощью него, ну, как у любого билдера, вы заполняете необходимые поля, указывая иконки Собственно, когда произошло Вот этот вот set ticker, это как раз то сообщение, которое появляется, да, всплывающее, короткое Title и так далее Текст Тут же можно при желании указать кастомный layout, если вы хотите сделать свой собственный После этого, соответственно, вы вызываете метод build, получаете объект notification Дальше у контекста получаете get system service notification service, то есть сервис, отвечающий за нотификацию И передаете ему, собственно, созданный объект Что важно, что вот эту нотификацию будет показывать как бы не ваше приложение, а какой-то системный сервис Да, и, соответственно, когда он будет ее показывать, это будет не открываться ваше приложение, а просто оно покажется внутри другого приложения И если вы будете указывать свой layout, то на него накладываются определенные ограничения Потому что мы поговорим как раз в секции про виджеты, что такое remote views Это специальная категория view в андроиде, которая не относится, на самом деле, к обычным view, то есть не наследуется напрямую Это такие view, которые можно отдать как бы в другое приложение, и там они будут, собственно, в нем, собственно, созданы и отображены Это сделано именно для того, чтобы вы вот этот вот свой layout показывали как бы в другом приложении, а не в своем собственном Так, какие есть вообще возможности вот у этого билдера Ну, во-первых, можно указать группу и их группировать Можно указать звук, есть как специальный флажок, что это просто системный звук и будет использован тот звук, который задан у вас системой И так вы можете указать, в принципе, свой какой-то звук, который вы поместили в ресурсы Можно, соответственно, задать вибрацию, да, как телефон будет вибрировать Управлять светодиодом, да, на большинстве телефонов сейчас есть маленький светодиод И можно указать, собственно, цвет, которым он будет мигать на вашу нотификацию Соответственно, можно вот этот вот ID нотификации, его запомнить и потом обновлять его состояние Вы, наверное, видели, когда вы что-то скачиваете, то у вас показывается нотификация с таким прогресс-баром Это делается именно за счет того, что вот эта нотификация постоянно обновляется И, собственно, там движется прогресс-бар, пример мы такой посмотрим, как такое делать Можно, собственно, удалять нотификацию Это тоже достаточно полезный кейс Смотрите, у вас сработала нотификация, пользователь на нее посмотрел, потом пропустил, она висит Потом он запустил ваше приложение Логично, что он уже в нем увидит нужную информацию, да, как я говорил То есть вы ее предоставите внутри своего приложения В этот момент обычная нотификация, если она висит, да, ее удаляют из приложения, собственно, чтобы она не отвлекала Потому что это может даже сбить с толку Например, пользователь открыл там, я не знаю, Instagram, просмотрел там, что ему там лайки новые поставили, оставили комментарии, замечательно Потом свернул, а потом видит, что у него в статус-баре висит, что у вас там новые комментарии, новые лайки Он их разворачивает, а на самом деле ничего нет Это потому что нотификация осталась вестеть, ее надо было просто удалить Собственно, можно лояут, как я говорил, указать, можно иконки, соответственно, можно приоритет указывать, то есть какая будет там выше, какая ниже Ну и, собственно, можно даже указывать там персону, которой, собственно, перейти по вот контакту URI Давайте теперь посмотрим пример, потому что дальше у нас, наверное, бродкат-ресиверы Так, вот пример у нас с нотификациями Давайте сначала вообще посмотрим, как он выглядит Сейчас запустится наш эмулятор Так, вот наше суперкрутое приложение Давайте посмотрим Значит, первая кнопочка Ну и у нас появляется здесь иконка Отправляется просто, собственно, нотификация Если мы еще... Так, это не надо нам Где-то у нас Вот, ну, собственно Их тут уже там шесть штук Это групповая нотификация Тут если накликать их, то у нас покажется, собственно, большой уже список их With action Ну, у нас их уже две Здесь появилась какая-то кнопочка То есть можно что-то вызвать Progress notification Ну, не знаю, даже будет ли виден он здесь тут на самом деле О, да, то есть тут видна полосочка Она будет потихоньку двигаться Сейчас маленькая, большая и так далее В общем, всех мы сдвинем Вот, и еще такая send with channel Сейчас покажу для чего Progress появляется Пока он не дойдет до конца, собственно, будет появляться Теперь давайте посмотрим, как это все, собственно, сделано Еще тоже Сейчас, кстати, забыл, что показать Сейчас вернем Так, давайте Вот я показал нотификацию, да Вот она появилась, окей Смахнул Такую Тоже она появилась Отлично Теперь Я иду в настройки Вот сюда вот Запускаю, где у нас там приложение И нотификации UpInfo Путь такой, в принципе, не близкий Нахожу приложение И вот здесь есть нотификации И как видите, здесь есть две секции Во-первых, две группы Можно создавать как бы группы для каналов Да, но это не обязательно Но самое главное, здесь есть два канала То есть обычный И как бы второй Я беру И обычный, например, отключаю Закрываю Накрываю Иду назад Где там Запускаю приложение И нажимаю на кнопки И ничего не происходит Собственно, потому что я отключил вот этот канал Да, как пользователь Но если я нажму вот эту кнопочку То тут нотификация появится Потому что она использует другой канал И, собственно, продолжает работать Если вы укажете в качестве target SDK У своего приложения API 26 Да, то есть самое последнее Если у вас нотификация без каналов То она даже не будет срабатывать У вас там будет просто всплывающее сообщение от Android О том, что нотификация не может быть отображена Потому что канал там что-то нул Что-то вроде этого То есть если вы не хотите использовать каналы То вам как минимум target SDK надо ставить, например, 25 Ну и, соответственно, если target SDK 26 Для 26 API их добавлять Сейчас покажу, как это делать Ну, кнопок у нас 4 Самая простая у нас Где там Create Simple Notification Что она делает Создаем Intent Соответственно Создаем Pending Intent Сейчас я позже расскажу, что это такое Показываем Показываем там какое-то сообщение И, собственно, создаем через Builder Нотификацию Да, указываем маленькую иконку Большую Соответственно, всплывающий текст Когда? Ну, указываем текущее время И указываем, что это надо показать AutoCancel, соответственно, что можно ее там вспомахнуть И, соответственно, Title Соответственно, и сообщение Дальше вот так вот мы проверяем, что у нас текущая платформа Android O и старшая Да, то есть API 26 И тогда мы вызываем метод SetChannelID Потому что на других API, собственно, такого метода нету и у вас будет исключение Вот, соответственно, здесь метод GetChannelID Можно посмотреть, как делается это Так, значит, как мы работаем с этими каналами Метод, как видите, тоже аннотацией объявлен Что он только будет использоваться на Android O Чтобы Android Studio там нам не показывала красненьким Не подчеркивала, что метод доступен только в 26-м SDK Обращаемся к Notification Manager Первым делом мы хотим получить, собственно, список всех существующих каналов Да, то есть вы уже их могли завести В принципе, можно канал получить по его ID-шнику А можно получить, собственно, весь их список Да, тут мы в примере получили список Прошли по нему И если вот ID-шник канала совпадает с тем, который мы сюда передали Да, то такой уже существует И мы его просто возвращаем Если его нет, то, соответственно, его надо завести Для этого нам нужна группа, опять же Группа примерно так же самая проверяется То есть у Notification Manager Получаем через GetNotificationChannelGroups список групп И то же самое Если ее нет, то вызываем метод CreateNotificationGroup И здесь мы должны будем передать два параметра Это группа ID Это строчка произвольная ваша Единственное, она не должна быть очень длинной И указана в документации, что она может быть обрезана в таком случае Ну, там какой-то сгенерированный, может быть, хэш Или какой-то там строчка уникальная и так далее И ее имя Собственно, имя будет отображаться вот там вот в настройках Да, при нотификациях, где мы заходили в системных Где там был MyDefaultChannel, да, MySecondChannel и так далее Вот И теперь вернемся Ну и, собственно, дальше вы создаете сам канал При создании канала то же самое Вы указываете Channel ID, Name и еще параметр Impotence То есть, насколько он важен Да, соответственно, чтобы пользователь знал, к какому типу он относится Да, можно Unspecified, там минимальный, Low, Default А можно, соответственно, Max и High То есть, какие-то очень-очень важные Если вы хотите отметить, что этот канал для чего-то критически важного Ну, соответственно, вы можете отдельно настроить для этих каналов отдельный цвет светодиода Отдельно можно вибрацию Ее, кстати, можно настроить Вот здесь с помощью такого массива передается параметры, да, с которыми она там будет вибрировать Ну, то есть, можно поподбирать Там, на самом деле, с ростом значения вибрация усиливается Здесь примерно она там нарастает, потом пару раз там дернется, например Все, ну, собственно, вот так создается канал Это достаточно просто Главное не забывать, что работает это только на Android O Можно вернуться Значит, после того, как мы указали наш канал в нашем Simple Notification Мы еще можем некоторые параметры сюда добавить Например, что вибрировать Соответственно, дефолтный звук Если, соответственно, он не дефолтный, то надо будет указать к нему путь Потом у билдера мы ставим вот эти флажки И вызываем метод build После чего, соответственно, получаем, опять же, notification manager И создаем нотификацию, указав ее айдишник Опять же, вот этот айдишник – это ваш параметр Вы можете его, как бы, генерировать, должны его, ну, по-хорошему запоминать Да, потом можно при желании получить список, соответственно, нотификации Да, и получить, соответственно, их айдишники Вот, но лучше, собственно, не терять И, соответственно, если это новая нотификация То у нее должен быть другой айди Вот здесь пример того следующая функция Как создавать групповую нотификацию Здесь, в принципе, все, ну, практически то же самое За исключением того, что, соответственно, задается айдишник группы И вот этот текст, он, соответственно, там нескольких сообщений Объединяется в одну нотификацию Ну, соответственно, дальше ставится summary текст И, соответственно, ставится тип inbox Box, да, это специальный стиль, когда вот она как раз может раздвигаться Да, указать, что там внутри, как бы, несколько вложенных нотификаций И дальше, соответственно, у notification менеджера Показывайте тот же метод notify с другим айдишником Action notification Вот эти нотификации с действиями, то есть, когда вы можете на какую-то кнопочку нажать Он появился, соответственно, только, ну, там даже в 20-м API, насколько я помню Да, да Вот, то есть, даже в KitKate, в 4.4, его еще не было По-хорошему их надо использовать, начиная с 21-го API, то есть, с 5.0 Вот, но, соответственно, для часов, в принципе, этот метод тоже существовал Поэтому его можно использовать Ну, здесь, соответственно, все почти то же самое, за исключением того, что мы заводим еще один intent И, соответственно, его вот здесь указываем, где add action, да, соответственно Вот, вот здесь вот Вот этот код мы вот сюда вставляем То есть, что будет происходить при нажатии на вот этот вот Развернуть Так Следующий у нас, ну, это, соответственно, та же самая simple notification Но у нас, соответственно, здесь просто другой channel ID И, соответственно, и группа ID Это только для демонстрации, чтобы создать второй канал В принципе, все то же самое Вот, и, соответственно, последний метод В принципе, это прогресс notification, да, то есть, когда нам ее надо обновлять И показывать там какой-то прогресс Соответственно, действия все примерно те же самые Соответственно, указываем intent, иконку, title, там и так далее А теперь что мы делаем? Заводим поток В нем, там, соответственно, цикл у нас У билдера, соответственно, да, который относится к нотификации Мы выставляем параметр set progress, да, соответственно И насколько он там увеличил, то есть, максимальное значение И насколько увеличил И, соответственно, потом вызываем метод notify Соответственно, постоянно его обновляем Обновляем и в самом конце, соответственно, показываем финальное какое-то значение Что download complete Как вы видите, в отличие от работы с какими-то вьюшками Мы здесь можем делать все в отдельном фоновом потоке Да, есть, то есть, несмотря на то, что с UI мы всегда работаем Из UI-трейда Нотификации это не совсем, как бы, UI-трейд Как я говорил, это фактически системный сервис Отдельное приложение И поэтому его, в принципе, функции можно делать Дергать из другого потока Да, не обязательно их дергать из UI-трейда И будет все нормально работать Не будет ничего ломаться Бродкасты Собственно, это, ну, из названия, понятно, как бы, широковещательные пакеты То есть, когда нам надо сообщить о каком-то действии И мы не знаем, как бы, как это сделать там другому приложению Или вообще внутри своего приложения В принципе, есть локал-бродкасты Когда вы можете их отправлять внутри одного приложения Но в основном они используются для того, чтобы сообщать одному или нескольким приложениям О каких-то изменениях, которые произошли либо в вашем приложении, либо в системе То есть, вы, в принципе, можете сами какие-то генерировать бродкасты Но это редко Обычно подписываются на какие-то события, которые происходят в операционной системе Например, о том, что как раз идет входящий звонок То есть, там можно, соответственно, его ловить Специальный бродкаст Или же, соответственно, когда изменяется состояние батарейки Например, понизилось до определенного значения состояния батареи Там до 25%, по-моему, до 10% И вам придет соответствующий бродкаст Если вы на него подписались О том, что, соответственно, там battery is low, например И вы можете, ну, что-то предпринять Еще бродкасты используются активно в виджетах И мы, собственно, с ними на примере познакомимся именно в виджетах Потому что там API практически такой же Теперь смотрите Их как бы два типа на самом деле То есть, есть обычные и так называемые ордер-бродкасты Значит, ордер для чего происходит? Когда у вас происходит обычный бродкаст Он рассылается системой И неизвестно, какое приложение его поймает первым Какое второе Порядок никак не определен И, соответственно, в какой-то момент времени Какое-то приложение его поймает Ну и, соответственно, оно, в принципе, дойдет до всех А ордер используется для того Если вы хотите, чтобы, соответственно, бродкаст получали С учетом приоритета Когда вы указываете свой ресивер внутри приложения Вы у него можете укасать как бы priority Оно максимальное, насколько я помню, 999 Это какое-то числовое значение И, соответственно, ордер-бродкасты будут отправляться в первую очередь Тем приложением, у которого вот этот ресивер С наиболее высоким приоритетом И, собственно, это приложение может потом его дальше законселить То есть другие следующие приложения его уже не получат Так, опять же, сделан, насколько я помню, входящий звонок Чтобы все приложения не реагировали Кто умеет работать с ним Только то, которое, собственно, указано основным Его получат и дальше законселит его Теперь, где вообще они используются? Значит, как я говорил о состоянии батарейки Сетевые подключения Соответственно, входящие звонки Изменение часового пояса Получительное подключение данных Входящие сообщения, там, смс И обращение по телефону Но на самом деле, вот, достаточно важные Которые надо указать Это сетевые подключения И смена часового пояса Дело в том, что Если ваше приложение активно работает с сетью То очень хорошим тоном считается, собственно Подписываться на вот этот вот Братказ об изменении сети Чтобы вы знали, когда сеть, собственно, доступна А когда недоступна И чтобы, соответственно, ваше приложение Корректно в этом состоянии работало Изменение часового пояса тоже достаточно важно бывает То есть, возможно, как бы Надо что-то переделать Можно, например, собственно Если вы хотите переключать дневную, ночную тему Соответственно, вашего приложения Опять же, ловить вот этот notification Фактически, ну, браткаст И, собственно, на нем переключать принудительно Тему Собственно, использование Большое число Но Есть такой один момент Дело в том, что Начиная с Android 8.0 То есть, Android O Возможности вот этих браткаст-ресиверов Очень сильно ограничили Сейчас дальше в примере будет Как их можно регистрировать Их на самом деле можно двумя путями регистрировать Через Android Manifest И внутри вашего приложения Так вот Те, что браткаст-ресиверы указаны Внутри, собственно, Android Manifest Они фактически Как Google говорит Они деприкейтед То есть, либо они не будут срабатывать Либо, соответственно Вообще Через какое-то время Google не будет принимать Такие приложения к себе Там есть только очень ограниченный список Этих браткастов Которые можно указывать Именно в Android Manifest Которые будете ловить И, собственно, их число какое-то очень маленькое Я уже точно не помню Но главное Лучше подумать о том Что как будто их на самом деле вообще нет Почему это сделано? Это сделано, в принципе, все с той же гонкой За состояние вашего аккумулятора Чтобы, соответственно, приложения Активно не срабатывали на различные браткасты И начинали какое-то действие Потому что, собственно, раньше было Очень популярно, например Изменение сети У нас сеть изменилось состояние Браткаст-ресивер, соответственно, сработал Фактически поднял наше приложение Вы в этот момент взяли Запустили какой-то сервис И он пошел обновлять какие-то данные Скачивать что-то и так далее Соответственно, появился интернет Отлично, можно что-то загрузить Чтобы этого не было Было, собственно, сделано два таких шага Первый – это попытка отказаться от браткаст-ресиверов Вторая – в Android O нельзя создавать сервисы из бэкграунда То есть вот ресивер на самом деле Это специальный компонент вашего приложения Который как активити, как сервис Создается с операционной системой Но у вас никакого UI нету У вас никакой активити, ничего То есть на самом деле это как бы фоновая работа Вашего приложения И, собственно, какое ограничение всегда было на ресивер У вас там вот сработает метод Он ресивер И когда он завершается, приложение на самом деле Как бы закрывается Ну, то есть процесс застопится И, собственно, никакой работы дальше нету И вот чтобы оно не остановилось Обычно в нем запускали сервис И в сервисе, соответственно, уже делали какие-то длительные операции Поэтому сервисы теперь как бы из этих же ресиверов Стартовать нельзя Сервисы можно запускать только из активити Это сделано именно для того, чтобы в фоне у вас ничего принудительно не обновлялось очень часто Собственно, для чего тогда они вообще нужны? Ну, собственно, как я говорил Для перехвата вот этих широковещательных пакетов Можно, как я говорил, объявлять через манифест или через код Бывают стики То есть Если оно произошло даже до регистрации ресивера Ну, большинство системных, они как бы и есть стики То есть вы заводите ресивер И даже если событие было до него Оно к вам, соответственно, придет Ну и, собственно, для того, чтобы реализовать работу этого ресивера Надо фактически там переопределить одну функцию Вот эту он ресив И надо не забывать, что выполняются они в основном потоке То есть несмотря на то, что как активити их нету на экране То есть они как сервисы И код будет выполняться опять же в UI трейде Сейчас покажу пример, как, соответственно, заводить эти бродкасты Соответственно, заводите интент Кладете туда какие-то данные Вызываете метод set-бродкаст Другой пример set-ordered-бродкаст И здесь еще что мы можем указать Что required permission Мы можем указать, что приложение, которое будет получать вот этот бродкаст Должна обладать специальным permission Это бывает, в принципе, очень удобно, когда, соответственно, этот бродкаст Предназначен только для ограниченного числа приложения Возможно, только приложение ваше собственное Вы заводите в него специальный permission И, соответственно, оно может его обрабатывать Значит, еще что хочу сказать Что вот эти бродкасты, они как бы проходят в системе через одну очередь И не самая хорошая идея генерировать их в большом количестве То есть использовать их, ну, грубо говоря, с архитектурной точки зрения Мы с такой проблемой в свое время столкнулись, когда делали Yotafone У нас, так как мы модифицировали в том числе фреймворк операционной системы Необходимо было сообщать приложениям о каких-то изменениях в системе И мы не знали, как это сделать А, например, все, что касалось вот этого EPD-экрана Там как раз именно много каких-то действий Например, смена в waveform, с помощью которых он обновлялся И, в общем, мы для этого использовали вот эти бродкасты И в какой-то момент времени их стало очень много И мы обратили внимание на то, что, во-первых, телефоны быстрее разряжаются Собственно, стали медленнее работать То есть видно было, даже сам UI стал тормозить, когда очередь сильно забита Телефон греется, опять же, то есть и пользователь не понимает вообще, что происходит Вроде как бы никакой активности не происходит А на самом деле телефон фактически постоянно не спит Это именно из-за того, что было большое число бродкастов Мы потом от них отказывались и очень серьезно пришлось переделывать фактический интерфейс Хотя в самом начале казалось очень удобным способом Потому что не надо изобретать сложный API Особенно если вы делаете фактически межпроцессорное взаимодействие, да, и PC То есть когда вам надо, ну, либо какие-то через биндинг сервисов это организовывать, да, помните, этот интерфейс там достаточно сложный А тут вы просто взяли сообщение в бродкаст, там отправили и все, и оно как-то там получится Еще туда и данные какие-то можно положить, вообще просто замечательно Но, как показывает практика, они потом сильно забивают очередь этих бродкаст-сообщений И, собственно, работает это неэффективно Поэтому мой вам совет, старайтесь их не использовать Если вы используете их как-то локально, то старайтесь использовать Вот есть Local Broadcast Manager, да, и с помощью него отправлять Они там работают немножко по-другому и, собственно, внутри вашего процесса В идеале есть отдельный механизм, называется EventBus, да, то есть специальная очередь сообщений Сторонние разработчики делают библиотеки, вы можете написать свою, конечно, как всегда Вот, есть библиотека от Google Guava, например, достаточно широко используемая Там много чего в ней хорошего есть И в ней в том числе есть свой EventBus Но, опять же, хочу предупредить с архитектурной точки зрения Очень удобно использовать, да, такой механизм передачи данных То есть вам никак не надо связывать две какие-то сущности, да Какой-то там, у вас есть где-то там activity далеко, у вас есть какой-то сервис Не надо между ними никакие API, там, организовывать какие-то интерфейсы Вы просто берете, кладете в EventBus сообщение, activity на него подписывается, его оттуда получает То есть все круто Но сложность работы заключается в том, что, опять же, вот эта очередь Чуть в какой-то момент времени начинает забиваться И, собственно, скорость доставки сообщений, она замедляется И у вас интерфейс может реагировать медленно на них Вторая проблема, то, что у вас теряется, грубо говоря, так называемый контекст исполнения задания Как это работает? Когда у вас есть одна структура данных, и вы хотите передать какие-то там из нее данные в другую У вас есть последовательность шагов Через какие-то функции, да, через интерфейс вы передаете эти данные Если у вас что-то пошло не так, вы запускаете отладчик, ставите брейкпоинт, нажимаете стоп И всегда можете посмотреть, откуда что пришло Если у вас EventBus, что у вас получается? У вас какая-то структура данных фактически сериализуется Помещается в очередь, а потом другая там какая-то часть сообщения вытаскивается И непонятно, кто положил, да, это сообщение И какое у него было там состояние И восстановить потом цепочку очень сложно И искать баги в таких системах очень сложно То есть обычно, с чем я сталкивался, если встречал приложение, где используется EventBus Это с тем, что там как раз есть вот такие сложные баги, которые нетривиально ловить А вторая проблема – это то, что у вас этих очередей потом появляется несколько штук Как я говорил, вы смотрите, что у вас много через них сообщений какие-то передается Вы понимаете, что окей, это неэффективно И у вас есть какие-то другие сообщения, которые должны быть с более высоким приоритетом И вы для них заводите второй EventBus Их так, несколько штук появляется И в общем, разобраться потом в этом сложно Так же примерно и с бродкастами Старайтесь их не использовать Значит, бродкаст-ресеер можно, собственно, объявлять через Android-манифест Как я говорил, фактически это деприкейтед с API 26, так лучше не делать Для этого вы объявляете его, соответственно, ресивер Указываете name – это опять же класс Флажок там enabled, disabled может быть, соответственно, enable true, false Export – это, соответственно, что он доступен, чтобы другие приложения туда что-то слали И intent-фильтр, как у Activity, то есть на какие интенты вы будете реагировать Вот так вы можете его заводить через, соответственно, ну в коде он так объявлен у вас То есть класс MessageReceiver, он должен наследоваться от бродкаст-ресеера Переопределяете метод onReceive, который получает у вас контекст и intent, который пришел Ну и что-то с этим интентом делаете Значит, о чем надо здесь помнить, что я говорил уже Да, вот жизненный цикл фактически вашего приложения ограничен вот этой функцией Как только она завершится, фактически приложение будет закрыто И контекст, например, вот этот, будет невалидным И если вы, например, его, ну отсюда куда-то передадите дальше Да, например, попробуйте запустить отсюда сервис, да, старт-сервис, да, методом Из вот этого контекста У вас будет, соответственно, ошибка о том, что контекст leaked Произошла утечка контекста Потому что вот этот контекст на самом деле протух уже, да А вы его как бы, ну фактически с помощью ссылки держите для запуска сервиса Значит, если вы хотите что-то запустить все-таки из-за ресивера То надо у контекста получить getApplicationContext, да, соответственно, контекст, который относится ко всему приложению И из него, соответственно, уже там запускать сервис и так далее Но, как я говорил, сейчас вообще никакие сервисы из ресиверов лучше не запускать Вот здесь пример того, как ресивер, собственно, регистрировать через код, да, если не через Android Manifest У вас есть ваша какая-то activity, метод onCreate Соответственно, здесь вы создаете класс newMessageReceiver Соответственно, intentFilter объект, где вы указываете, да, на что вы будете реагировать И вызываете место у activity registerReceiver И, соответственно, указываете вот этот ресивер, intentFilter Соответственно, в методе либо onDestroy, либо, например, onStop, да, и делаете регистрацию onStart А в onStop, соответственно, вы вызываете метод onRegisterReceiver То есть не забывайте его дерегистрировать, то есть отвязывать Вот этот сейчас механизм предпочтительный, да, то есть если вы, например, хотите ловить сообщение Как раз об изменении состояния сети, да, в вашем приложении Лучше делать именно вот таким способом Не через Android Manifest, а просто указав вот ресивер И, соответственно, только во время работы вашего activity, когда она на экране Вы получаете вот эти браткасты Когда вы ушли в фон, вы перестали их, соответственно, получать Это, соответственно, эффективный способ Давайте теперь сделаем короткий перерыв И, соответственно, дальше про виджеты поговорим Так, давайте тогда продолжать Итак, виджеты У кого есть виджеты в телефоне? Во! На самом деле, в принципе, последнее время они как-то уже исчезают из Android То есть не самый популярный такой механизм На самом деле, ну, у меня, например, стоит только календарь Не знаю, как у вас, может быть, какие-то еще есть виджеты Вот У многих приложений, в принципе, они есть Одно время, во времена там Android 2X, например, виджеты вообще считалось такой крутой темой у Android, да, что у каждого приложения обязан быть виджеты и несколько Даже если там нечего особо показывать, пускай это будет фактически иконка для запуска приложения, но, соответственно, виджет должен быть И пользователи Android могли говорить пользователям iOS о том, что вот у нас есть виджеты, а у вас их нет На самом деле, ситуация в этом плане не очень приятная, потому что просто так делать виджет для того, чтобы он был, я особого смысла не вижу Это как ситуация вот с floating action button, которые говорили, да, что некоторые приложения ее ставят просто для того, чтобы она там была Хотя реального смысла в этом, конечно же, нет Так и с виджетами, но, в принципе, в целом, конечно же, они бывают очень удобны, потому что на них можно отображать какую-то информацию, да, там это какой-то часы, погода, календарь, собственно, я не знаю, слежение за балансом вашего телефона, например, и так далее То есть, в принципе, механизм по сей день достаточно удобный Виджеты — это такой хитрый механизм внутри Android, и они работают не совсем как Activity, это никак не является Activity Собственно, там используется упомянутый уже Remote Views, собственно, layout там тоже достаточно ограничен И для работы с ними используются вот эти компоненты Broadcast Receiver, Remote Views и иногда, как я говорил, сервисы Но сервисы можно считать, что уже практически нельзя использовать, с учетом того, что в бэкграунде их на Android OS создавать нельзя Но, тем не менее, они пока что еще используются Значит, что такое Remote View? Это специальный компонент, который, собственно, будет содержать ваш layout И будет передан внутрь другого приложения И работа с этими Views очень отличается от стандартных Views, я на примере покажу То есть, там совсем другие методы, вот, совсем другой принцип работы Но это позволяет, собственно, другому приложению, фактически внутри себя Инстанциировать этот layout и, собственно, что-то с ним сделать, чтобы он выглядел так, как вы этого хотели Собственно, Remote Views очень ограничен Если посмотреть, то на старых версиях Android, в принципе, там можно было использовать из layout Только вот linear layout, relative и frame layout Соответственно, начиная с Android 16, там появился grid layout, вот, который можно еще использовать А так, в принципе, из компонент, что там можно использовать Там, например, можно, там, progress bar, text view, image view И, соответственно, там такой редкий, как хронометр, часы Соответственно, list view, grid view, view flipper Вот, как вы видите, некоторых компонентов нету А именно, например, нету edit box, да, edit text То есть, поле, в которое можно вводить какой-то текст Это нельзя сделать внутри виджета, да И, вот, например, гугловый вот этот вот бар такой, да, где вы можете Он сейчас на свежих версиях Android вообще выглядит очень специфически И не очень похож на виджет Раньше он был именно виджетом Его можно было убирать с экрана Но он был сделан хитро, да То есть, соответственно, в нем как будто есть поле ввода На самом деле его там не было То есть, вы когда нажимаете, это на самом деле как бы открывалось activity И в ней, соответственно, строка поиска, куда вы, соответственно, вбиваете Это одно из ограничений То есть, edit text нельзя использовать внутри виджетов Теперь, как связаны вообще broadcast receiver с виджетами? Дело в том, что, собственно, вот этот вот класс Там виджет менеджер, который, собственно, за обновление Виджет провайдер отвечает То он, собственно, наследуется от broadcast receiver И объявляется в манифесте, в принципе, как broadcast receiver И, собственно, работает именно по такому принципу, что Ваш виджет находится на экране В какой-то момент он должен обновиться Для этого ему приходит специальный broadcast от системы Вы его ловите, обновляете И после этого, как бы, больше ваш виджет, собственно, фактически не работает Потому что, на самом деле, опять же, держит виджет другой системный процесс Вы никак его принудительно не обновляете ничего Вы просто на каких-то событиях создаете новую remote view И ее отправляете, соответственно, для отображения Ну, соответственно, надо не забывать, как в случае с ресивером Для того, чтобы не был контекст у нас никуда не утек Соответственно, получаем application context Ну и, соответственно, если необходимо сделать какую-то длительную операцию Для обновления виджета Используем сервис Но тут будет иточнение Желательно используем job scheduler Job scheduler – специальный, как бы, сервис Который может у вас фактически работать в бэкграунде И его надо использовать для работы, корректной на Android O Теперь, как, соответственно, объявляется виджет в Android манифесте Объявляется, как обычный ресивер У него тоже есть имя Единственное, у него должна быть еще иконка Лейбл, соответственно, строка с описанием, что это за, соответственно, виджет Action, который будет ловить, как минимум, виджет апдейт Это системный, да, бродкаст, который, соответственно, приходит на обновление виджета Их, на самом деле, несколько Сейчас покажу, какие там еще есть И специальная секция, смотрите, метадата Это специальный XML файл Вот он здесь указан, да, собачка XML Где описаны параметры этого виджета Сейчас посмотрим, какие они, соответственно, есть Потому что вот эта, как бы, секция, это уже относится не к ресиверу, а к виджет-провайдеру Но объявляется он, как обычный ресивер Теперь смотрите, какие бывают вот эти, вот, соответственно, бродкасты Интенты, которые вы можете ловить Ну, соответственно, от виджет апдейт приходит на обновление Конфигур, на самом деле, на конфигурацию виджета И по нему, на самом деле, будет просто открыта специальная активити Посмотрим в примере, как это делается От виджет deleted вызывается в тот момент, когда у вас виджет удаляется с экрана Дело в том, что вы можете один и тот же виджет создать в нескольких копиях При желании можно календарь несколько раз вытащить И будет у вас там 2-3 календаря, там, сколько угодно Это на самом деле будет, как бы, 3 разных виджета И вот если вы один из них удалили, то будет deleted Отправлен вам бродкаст А когда вы самый последний из этих виджетов удалили То есть у вас было 3 календаря, вы все 3 удалили То у вас в конце еще придет от виджет disabled То есть его вообще уже все на экране нету Ни одной его копии Ну, соответственно, enabled приходит, когда у вас хоть один появляется на экране Да, что, соответственно Ну и options changed Это, соответственно, появилось в API 16, что у вас изменилась настройка виджета Дело в том, что вы, например, можете при нажатии на виджет Открывать какую-то activity, где вы будете менять его параметры Да, какие-то, например, если это виджет погоды То вы можете город там сменить и так далее И после того, как вы нажимали там кнопочку окей У вас придет в виджет бродкаст, что options changed И вам надо как-то этот виджет обновить, да, там, поменять город и так далее Теперь, что содержится вот в этом файлике, который указан в метадате Вот этот XML файл Он должен быть вот, собственно, такой структуры У него корень, соответственно, там, upwidget provider И, соответственно, несколько параметров Например, минимальная ширина и высота Это для того, чтобы, как вы видели, вы виджеты можете ресайзить на экране И они ресайзятся не плавно, а как бы такими, ну, как бы клетками, грубо говоря Дело в том, что Google как бы разбивает экран на клетки размером с вашу иконку обычно, да, соответственно И это как бы минимальное значение, на которое может изменяться размер И вот здесь вы указываете как раз размер, ну, грубо говоря, в пределах вот этих клеток Если он не совпадает, то он будет, ну, как бы принудительно увеличен до вот этой ширины Но на самом деле у вас будет просто указано Вот здесь на 142, 72 это, соответственно, минимальный размер клетки, да, DP Это обычные иконки И 144 это фактически две клетки То есть у вас фактически по ширине он как бы две будет занимать, по высоте одну Initial layout, соответственно, это изначальный layout Для чего он нужен? Когда, во-первых, у вас отображается виджет в списке виджетов, да, у вас он как-то выглядит И для этого будет использоваться вот этот layout А во-вторых, когда пользователь его добавил на экран Первое время, пока виджет еще не обновился, да, потому что там это не мгновенно происходит У вас должны какие-то данные отображаться Поэтому обычно туда забивают какие-то в этот layout дефолтные значения Чтобы пользователь видел, как виджет вообще выглядит, да, соответственно И, соответственно, дальше вы указываете resize mode То есть как он вообще может растягиваться Тут, соответственно, и по коррекционали, и по вертикали И время апдейта То есть раз в какое время в миллисекундах он может обновляться Здесь указано, соответственно, 30 минут И вот здесь первая такая загвоздка Дело в том, что если вы укажете любое значение меньше Это ни на что не повлияет Минимальное время, с которой, грубо говоря, может приходить вот это сообщение Виджет апдейт, да, оно раз в 30 минут И чаще Google его отправлять не может Здесь вы можете поставить еще нолик Это значит, что не будет приходить никогда Больше, соответственно, там, да, миллион восемьсот Вы можете указать значение и будет, соответственно, реже Как же делать так, как, например, как делают часы, да, как они обновляются регулярно? Ну, примерно так же само, соответственно, как с нотификациями Взводим Alarm Manager Соответственно, Alarm Manager раз в минуту срабатывает И мы принудительно обновляем виджет без получения вот этого сообщения Но, собственно, это единственный способ Google хотел таким способом, опять же, ограничить, когда частоту обновления виджета Чтобы, соответственно, не жралась батарейка Но разработчики нашли способ, как это делать принудительно И, собственно, вот это никак не помогло Ну, и последний параметр Configure Это, соответственно, имя класса с Activity Который отвечает за настройку этого виджета Если этот параметр у вас указан То после того, как вы виджет перетащили на экран Первым делом у вас появится специальная Activity по его настройке Вы там вбиваете настройки, говорите ОК И он, соответственно, отображается Если вы нажмете Cancel, то обычно виджет не добавляется То есть он исчезает с экрана И тоже разберемся, как это на самом деле происходит Ну, в принципе, здесь все то же самое, что я говорил Resize Mode только появился в API 12 Но сейчас это не актуально, так как у нас, в принципе, вообще 19 API Значит, класс AppWidget Provider Собственно, от которого вам надо будет унаследоваться Чтобы реализовать работу с вашим виджетом На самом деле, вот этот класс унаследован от ресивера От Broadcast ресивера В нем уже переопределен метод onReceive И, соответственно, обрабатываются те интенты, которые приходят Да, их вот несколько штук бывает И в зависимости от них будут вызваны вот эти методы OnUpdate, OnDeleted, OnDisabled, OnEnabled То есть вам не надо самому проверять, какой там экшен пришел На самом деле все сделано за вас У вашего вот этого виджет провайдера Надо переопределить один из этих методов Для того, чтобы реакировать на обновление, удаление, отключение виджета И, соответственно, включение Тут довольно такой большой код Но мы, я думаю, сейчас с ним просто познакомимся Я думаю, лучше на примере Единственное, с чем можно вот здесь столкнуться И уже попадалось в нотификациях Вот здесь вот Это pending intent Он вот здесь еще раз встретится И встретится у нас, соответственно, в примере Значит, смотрите Вот так работает обычный intent Вы создаете его, вы указываете старт-активити И это означает, что вы хотите из вашего приложения Запустить какую-то активити, которая относится к приложению, например, B То есть, например, если это активити не у вас внутри И что же произойдет? Вот это вот активити на самом деле Оно запустится, но если вспомните еще, да Первые там лекции, когда мы говорили про вот эти бэкстеки, активити, таски Оно запустится в таски вашего приложения И, грубо говоря, контекст, который будет у этого активити Этот контекст вашего приложения В чем проблема? Дело в том, что контекст определяет различные параметры вашего приложения Да, там какую-то тему, например, да, которая у вас задана и так далее Но в том числе и пермишены, которым обладает ваше приложение Да, то есть, и на самом деле вот эта активити будет запущена с какими-то вашими пермишенами Да, вот, и в чем проблема? Может случиться так, что вот эта активити на самом деле-то Хочет куда-то сохранять данные Хочет, соответственно, обладать какими-то определенными пермишенами Если оно начнет сохранять данные, то оно будет сохранять данные Фактически внутри специальной директории вашего приложения, да, и так далее И иногда это, ну, не самый лучший вариант Потому что, например, вот этой активити нужны специальные пермишены Особенно, например, какие-нибудь там системные и так далее Как же так сделать, чтобы, собственно, оно запускалось, но со своими всеми контекстами? Для этого, собственно, придумали pending intent Когда вы хотите, чтобы ваше приложение, да, вот это приложение B фактически Запустили с помощью интента, да, и не внутри контекста приложения A Вы внутри своего приложения B создаете интент Кладете его вот в pending intent и отправляете в application A То есть pending intent это такая, грубо говоря, как коробочка, куда кладется обычный интент Да, потому что интент вы создаете внутри своего приложения Да, одно приложение, одно, один вид, когда вы создаете интент внутри приложения A Да, я понимаю, запутано немножко, но вот давайте представим Мы находимся в приложении A, и чтобы запустить приложение B, мы должны создать интент Мы его создаем внутри себя А теперь представьте, что мы берем и внутри своего приложения B Заранее создаем специальный интент, да, у себя Кладем его в эту коробочку в pending intent и отправляем в приложение A Говорим, вот с помощью него ты будешь нас запускать, да И получается, когда приложение A из вот этого, из этой коробочки достастент Он создан с тем контекстом, да, которым обладало приложение B, да, и со всеми permission'ами и так далее И, собственно, когда вы делаете какую-то нотификацию, соответственно, создаете виджет И вам надо, чтобы, соответственно, происходило какое-то действие с ним, да, при нажатии, при нажатии нотификации Вы именно создаете pending intent, внутри которого кладете интент, который, собственно, ну что-то вызовет Создаст вашу activity, для чего? Потому что и нотификации, и виджеты управляются системным процессом, да Это другое приложение, у него другой контекст, у него другие permission'ы, не те же самые, что у вас И ему, на самом деле, надо запустить вас в контексте вашего приложения Именно поэтому, собственно, используется pending intent Создается он вот так вот, на самом деле все как бы просто Вы создаете какой-то там свой intent 1, intent 2 Потом, соответственно, у pending intent у класса вызываете метод getActivity А еще у него есть метод getService Это в зависимости от того, собственно, что вы будете запускать потом в дальнейшем Activity или сервис Кладете, соответственно, внутрь него созданный интент Задаете ему специальный ID-шник, потому что вы этот pending intent потом можете, грубо говоря, обновить И, соответственно, на выходе получаете вот этот pending intent У него есть, соответственно, несколько флажков, как вы видите, которые вы здесь указываете Здесь флаг cancel current и, соответственно, их может быть, на самом деле, no create, update и immutable Это на самом деле такие флаги, которые указывают вообще, что там делать Если у вас уже такой pending intent существует, да, то есть уже был заранее создан И, например, ну как бы что-то поменялось То есть, например, вот этот intent, вы в нем на самом деле что-то изменили Какие-то данные дополнительные положили Вы, соответственно, можете либо обновить существующий, да, который был, соответственно, создан заранее Либо его отменить и вместо него создать новый Тут все зависит от вас И, соответственно, no create, не создавать новый pending intent Это если уже существует такой, да, то есть, окей, он есть, не надо новый создавать Ну и immutable, соответственно, не менять его состояние Ну, обычно все-таки используется cancel current То есть вы просто отменяете тот, что есть и создаете новый Это на самом деле важно, и про это надо помнить И помнить про ID-шники Потому что бывает так, что вам надо на разные действия в виджете По-разному как-то реагировать, да, там пару кнопок создать И вам надо создать два pending intent Часто бывает, что забывают про вот этот ID-шник И его используют один и тот же, нулевой И удивляются, когда при нажатии на одну из кнопок, на самом деле Происходит действие какое-то, которое происходило, да, при нажатии на другую кнопку, да Это именно из-за того, что на самом деле у вас был создан сначала один pending intent Для, да, с ID-шником Потом вы создали второй ID-шник у него такой же Вы законселили предыдущий Или просто говорите, что его обновить И на самом деле у вас остается только один То есть если вам надо создать еще один intent Вы просто у него указываете другой ID-шник Про это надо не забывать Ну, соответственно, тут методы, да Как вообще будет работать, да, в каких состояниях Значит, смотрите, метод onUpdate у вашего AppWidget провайдера Будет вызван, когда, собственно, будет послан вот этот вот бродкаст от Widget Update Если у вас указано какое-то время, отличное от нуля, да, соответственно, в этот момент времени он придет OnUpwidgetOptionsChanged произойдет в тот момент, когда поменялись настройки, да, и, соответственно, вам надо обновить как-то там ваш виджет Вот этот, соответственно, метод UpdateWidgets относится именно к нашему примеру Мы просто сейчас внутри посмотрим Почему он объявлен синхронайз, потому что, собственно, он обновляется в ней, значит, три сервиса Так, ну это на самом деле все, что относится к примеру Сейчас мы пропустим Так, и вот так Значит, на самом деле работать с ними не так уж сложно Сейчас мы на примере посмотрим, да, как это делается Главное помнить про то, что виджеты живут внутри другого приложения И вы для этого используете там pending intents Помните о том, что вы их просто так не создаете, есть, ну, просто чтобы они были, да, только в тот момент Только если они действительно нужны вашему приложению И постарайтесь как-то, например, рассказать пользователю о том, что есть виджет, да, внутри вашего приложения И он может им воспользоваться Дело в том, что многие пользователи даже не знают, как бы, что у них есть виджеты внутри андроида И что их можно как-то там добавлять Потому что интерфейс добавлений такой неочевидный И самое главное, что в нескольких версиях андроида он менялся, да То есть, например, в андроид 4x, там, на 4.1, по-моему Вообще, когда вы открывали меню с приложениями, да, там были приложения и была еще такая вкладка виджеты Сейчас, соответственно, вы удерживаете на экране, да, палец, и у вас появляется там внизу Смена обоев, смена виджетов Был еще какой-то формат, я сейчас точно не вспомню Вот, в общем, они меняются, и пользователь даже не знает, как с ними работать Давайте лучше посмотрим, как, собственно, делается все из кода Давайте посмотрим, собственно, на наше приложение Наш простой виджет, он очень простой Называется Countdown виджет Он отсчитывает время до какого-то события Мы его перетащили, у нас появилась такая activity с настройкой Мы его говорим, скажем, что это называется тест Или там, например, пускай будет кофе И говорим, когда оно произойдет Например, там, во сколько там Ну, например, через час, да, 21 Так, окей И нажимаем кнопочку Apply Он показывает, что там через, там, три часа, да, там через четыре на самом деле Вот Значит, как, соответственно, дальше это работает Если мы нажмем на него, то мы можем параметры поменять, да, отключить какие-то там отображения дней, часов там и указать, соответственно, только в минутах Вот, соответственно, cancel ничего и, соответственно, его удалить при желании Теперь давайте посмотрим из кода, как вообще это работает Значит, первым делом, как вы видели, при его добавлении вызывается вот этот вот Configure Activity Configuration Activity Выглядит оно вот так Это обычное Activity, здесь куча каким-то параметров Но самое главное, что надо сделать в методе onCreate Это вызвать метод setResultCanceled Почему? Дело в том, что Если вы корректно настроили ваш виджет, вы должны поставить setResultOK Да, то есть все хорошо Но бывает пользователь, он случайно игрался и взял, перетащил виджет, да, он не хотел его добавлять на самом деле И вдруг появилась Activity, что он сделает? Он нажмет кнопку Back Соответственно, у вас должен быть дефолтный статус, с которым вы, собственно, вышли из этой Activity И, собственно, вот этот виджет-менеджер, он получает информацию через вот этот результат установленный Если вы вернули Cancelled, значит, вы не хотели виджет добавлять, да, и, соответственно, его не надо добавлять на экран Да, если будет возвращен вот этот статус Cancelled, виджет на экране не появится Это дефолтное состояние, потому что пользователь, грубо говоря, может нажать кнопку Back А вот если пользователь уже именно что-то там начал менять параметры и нажал кнопочку Apply, да, например То, соответственно, вы там уже, где тут она, сейчас, минуточку SetResultOK ставите и, соответственно, виджет И что еще интересно, вот сюда внутрь, в путь extra intent, который вы вернете Вы кладете по ключу extra widget ID, это зарезервированное, да, там в API ID-шник ID виджета, соответственно, который вы настраивали Потому что у вас, собственно, виджетов, как я говорил, может быть несколько, да, на экране И вы можете вот этот вот countdown timer настроить, на самом деле, ну, сделать их несколько копий Один там для нотификации, там, сколько времени осталось там до события сегодня Другой до события завтра и так далее Соответственно, они обновляться должны по-разному, да, и данные отображать разные Для того, чтобы понимать, какой из виджетов вы настроили, надо указать именно ID-шник виджета, соответственно, какой вы настраивали Соответственно, это указывается вот здесь Ну, код мы прям подробно, я думаю, разбирать не будем Тут его прилично, да, там на самом деле куча чего реагируется на нажатие вот этих выпаданий там календаря и так далее Главное, что в конце у нас есть база данных Мы туда добавляем наши данные, фактически сериализуем вот этот вот класс countdown Все прописываем Соответственно, ID-шник этого countdown И, соответственно, возвращаем эти данные Set alarm, это мы взводим, соответственно, alarm manager Как я говорил, если вам надо его обновлять, ну, самому раз в какой-то период времени То вы для этого используете alarm manager Здесь вы, соответственно, его заводите Дальше что? Собственно, на самом деле, манифест и где объявлен ресивер Он на самом деле вот здесь И, как видите, здесь на самом деле два фильтра интента, которые вы, соответственно, обрабатываете Один на обновление виджета, другой свой вот этот вот принудительный countdown widget update Если посмотреть, откуда он вызывается Ну-ка, перейдем То, соответственно, из вот этого метода PendingUpdate Соответственно, это как раз именно Вот этот метод, который создает интент Да, который будет вызван по alarm manager То есть, когда сработает alarm manager Что происходит там дальше? Так, здесь, соответственно, есть metadata И, соответственно, здесь же, опять же, конфигурация виджета Тут все, в принципе, то, о чем говорили Соответственно, layout Минимальная ширина, высота Может еще указывать, до какого размера он растягивается максимально Preview image, которая будет отображаться в списке виджетов Ну и, соответственно, когда он обновляется У нас здесь, соответственно, 0 на самом деле указано Чтобы он не обновлялся Самое интересное у нас в классе countdown widget provider Сейчас как-то свернем Фух Так, значит, здесь метод Это наш собственный Который обновляет принудительно виджет И есть переопределенный метод onreceive Значит, для чего он нужен? Для того, чтобы обрабатывать какие-то кастомные бродкасты Как вот этот вот countdown, который мы заводили для alarm manager Мы, соответственно, тогда должны переопределить метод onreceive И в нем, соответственно, сами определять вот этот бродкаст Если он совпадает, то что мы делаем? Создаем специальный класс component name Получаем вот этот вот специальный класс AppWidgetManager Из него, соответственно, получаем список айдишников виджетов, которых у нас есть Если у нас на экране их три штуки То у каждого из них есть какой-то айди Там один, два, три и так далее Какой-нибудь И, соответственно, когда у нас приходит наш бродкаст Нам надо обновить состояние всех виджетов Ну, либо одного, либо, например, всех Тут мы обновляем все И, соответственно, мы у вот этого AppWidgetManager Получаем список всех айдишников И, соответственно, для каждого из них Создаем вот remote view И у виджет менеджера, соответственно, говорим, что вот Виджет с таким айдишником Обнови ему вьюшку Соответственно, так происходит принудительное обновление виджета Когда вам надо его обновить состояние, да Что вы делаете? Вы генерируете новый вот этот remote view Где у вас, соответственно, новая информация, да Соответственно, новые значения И потом у виджет менеджера говорите, что обновите виджет с айдишником таким-то И поставь на нем, на самом деле, просто вот такой remote view Вот, собственно, весь механизм Как бы Соответственно, вот этот метод AppWidgetUpdate, да Вот он у нас в самом начале объявлен статическим И как он работает Мы, соответственно, получаем специальный там класс AppWidget, но это наш собственный класс, да Где там просто наша служебная информация Его состояние там SQL база данных там и так далее И класс countdown То есть, где указаны параметры, да До скольки ему отсчитывать Здесь мы, собственно, делаем там все преобразования Получаем тоже календарь Смотрим, сколько там времени нам осталось Форматируем там специально строчку И что дальше делаем Вот здесь, собственно, создается вот этот класс remote views, да С которым мы будем работать Как с ним мы работаем У нас есть, соответственно, наш layout Вот он, да То есть, это простой ланией layout В нем, соответственно, два текста view Мы создаем класс remote views Указывая package name и layout Который мы хотим задать там И потом, как вы видите, мы не работаем с viewшками напрямую, да У нас здесь есть текст view, да С id-шниками, вот name text view, countdown text view Мы к ним напрямую обратиться не можем, да Потому что это remote view И, соответственно, вот у класса remote view Просто есть специальные методы Например, set view visibility То есть, поменять статус, да Видим, не видим для viewшки И здесь мы указываем id viewшки из layout Ну и, соответственно, состояние Соответственно, метод set text view, да Там text size, то есть, размер текста Да, то есть, для этого просто большое число методов, да То есть, мы не работаем с viewшкой напрямую Именно поэтому ограничено число там, как бы, layout Ограничено число viewшек, с которыми мы работаем И, соответственно, указываем все вот эти параметры Color там, и вот этих методов не так много Поэтому и довольно ограничены мы в том, что мы можем отображать В конце концов, мы что создаем? Мы создаем intent, по которому мы будем открывать вот этот configuration activity, да, заново Соответственно, внутрь put extra кладем вот этот id-шник виджета, да, который мы будем обновлять Да, потому что он у нас здесь пришел где-то Вот, и, соответственно, упаковываем все это внутрь, там, pending intentа Вот Все, дальше мы ставим у viewшки, вот это, у remote views Можно повесить вот этот pending intent с помощью set onclick pending intent И надо указать id view, да, для которой мы этот onclick, как бы, повесим Здесь у нас используется id-шник root, это, соответственно, корневой layout наш Вот, и все, собственно, после этого мы возвращаем вот этот remote view созданный Ну и там мы, как вы видели, через вот этот вот upwidget manager, соответственно, его устанавливаем Вот так работает, в принципе, больше ничего сложного нет Когда приходит метод ondeleted, мы, соответственно, просто из базы данных удаляем там нашу запись Ondisabled, мы, соответственно, и у alarm manager cancelем, соответственно, взведенные вот эти вот тайм-ауты для обновления виджета Ну и все, больше здесь, в принципе, ничего особо интересного нет Так, в принципе, вот он работает, есть какие-то вопросы? Вот, ну, код на самом деле простой Я этих виджетов в свое время сделал очень-очень большое количество Потому что в iotafone на втором экране там у нас как раз их было огромное количество И я не помню, там мы их делали в каких-то диких количествах, по 5-6 штук в день там в течение недели Вот, поэтому, ну, когда привыкаешь, что вот эти remote view как бы ничего сложного не представляют На самом деле к ним нужно привыкнуть Вот, зато, опять же, преимущество в том, что, в принципе, вот этот метод вы можете, соответственно, вызывать из другого потока Тут никак вы с UI-трэдом не работаете, да, вам все равно вы создали layout, задали значение Сказали вот этому app-менеджеру, app-виджет-менеджеру обнови И он у себя там в UI-потоке все сделает Ну, на самом деле здесь, да, просто так сделал Ну, как бы где-то надо было хранить данные, да, до какого времени мы отсчитываем, его название и так далее То есть мы настраиваем все это, и как-то эти данные, соответственно, надо в виджете обновлять Да, их может быть несколько штук, их надо где-то хранить Можно там в JSON было в какой-то запихнуть, можно еще что-то, ну, там, с базой данных иногда работать А как видите, виджет никак сам себя не обновляет То есть у вас просто срабатывает этот ресивер, да, что вам надо обновить какой-то виджет Откуда вы возьмете информацию, вам, соответственно, надо куда-то сходить и по ID-шнику виджета, соответственно, определить В принципе, в принципе, это все, что касается Android SDK, да, то есть мы осветили практически все темы, которые Вам предоставляет Android SDK Есть, конечно, гораздо большее число классов, да, о которых мы не говорили Но все основные компоненты, собственно, вам теперь знакомы И вы можете создавать, ну, нормальный, полноценный Android приложение То есть ничто вас не ограничивает И теперь можно поговорить, в принципе, о том, что вы делаете для того, чтобы ваше приложение было готово к публикации Вы сейчас, когда делали свои там домашние работы, проекты, вы не сталкивались на самом деле с подписыванием приложения Дело в том, что каждое приложение, которое помещено в Google Play Store, должно быть подписано специальным сертификатом Этот сертификат генерирует разработчик, соответственно, его приватная часть хранится у разработчика Публичная часть кладется внутрь APK файла Поэтому сертификат у Google, грубо говоря, определяет, кому принадлежит это приложение Да, и всегда может, соответственно, определить, собственно, разработчика, который это приложение залил Это дает в том числе и защиту Другой сторонний разработчик не может, грубо говоря, подделать ваше приложение То есть он не может создать приложение с таким же package name, залить его в Google Play, да, и, соответственно, вместо вашего У вас произойдет несовпадение сертификатов, соответственно, там И самое главное Дело в том, что приложение можно, в принципе, обновлять Да, то есть у вас уже состоит какое-то приложение на телефоне И вы хотите установить апдейт поверх него Вы можете через ADB, да, это сделать Пишется ADB install-r, это reinstall, да И указываете APK-шку Что можно было бы сделать, если бы у нас не было проверки сертификатов Мы берем, генерируем какой-то свой APK-файл Там какой-то код у нас есть, который получает доступ к каким-то внутренним storage Даем у него package name такой же, как у какого-нибудь там системного приложения Или там у компании Яндекс, там, я не знаю, mail.ru И, соответственно, его устанавливаем Package name совпал, грубо говоря, накатился сверху апдейт Ничего, старые данные не потерялись Соответственно, появились там новые И у нас появился фактически доступ к каким-то пользовательским данным К другому приложению Собственно, с помощью сертификатов обеспечивается вот эта защита Но, что интересно, приложения в том числе подписываются так называемым отладочным сертификатом Он генерируется автоматически Android Studio Когда вы создаете приложение И, собственно, у него там всегда должен быть вот такой вот store pass Да, там Android, алиас у него Android debug key и key pass Android Это зарезервированные, грубо говоря, вот ключевые слова и пароли Да, для чего? Для того, чтобы, собственно, система могла, грубо говоря, собрать это отладочное приложение И его установить Но есть с этим небольшая проблема Все отлично Генерируется вот этот дефолтный сертификат Подписывается им приложение Вы его устанавливаете И вы, как один разработчик, с ним прекрасно работаете Никаких проблем нет Но Это устройство берет второй разработчик, Петя И он хочет, соответственно, поставить туда Вы вместе разрабатываете одно приложение Да, вы свою часть, и он свою часть И он хочет обновить это приложение Поставить приложение, где он делал изменения Поставить Что происходит У него, хоп, несовпадение сертификатов Дело в том, что, несмотря на то, что вот там пароли вот эти все одинаковые Сам сертификат отличается Да, кейсумма отличается И приложение не может быть поверх установлено Потому что сертификаты разные Там автоматически сгенерирован Там у Васи и у Пети, соответственно, свой сертификат Для того, чтобы таких проблем не было Хорошей практикой при создании проекта Вашего Это создание своего собственного Отладочного вот этого сертификата DBA-Key Соответственно, Вы его сами генерируете С помощью утилиты Key Tool Указывая вот эти все дефолтные значения Для того, чтобы Android Studio могла с ним работать Кладете куда-то в директорию Внутри своего проекта И прописываете там в BuildGradle Я покажу, как это делает Что Вы используете его в качестве дебаг сертификата Тогда Android Studio не будет его автоматически генерировать И получится, что там у Пети, у Васи И у разработчицы Маши Один и тот же отладочный сертификат И Вы, соответственно, используете одно и то же приложение Можете спокойно переустанавливать поверх уже существующего Проблем не будет Это действительно бывает удобно Особенно, когда Вы выкладываете тестовые сборки приложения Для тестировщиков, да И, соответственно, один разработчик собрал Другой там и так далее Никаких проблем нет Теперь смотрите Как вообще осуществляется подпись Вот Вы сгенерировали вот этот файлик Теперь вот здесь пример Как у Вас структура Вашего проекта Да, у Вас там есть директории всяких Build, там есть исходники Вы создаете директорию и называете ее, например, ключи Да, keys И в Build Gradle файл в секции Signing Config в разделе Debug Указываете Store файл, соответственно, и прописываете вот этот путь Да, который Вы к Вашему сгенерировали После этого Ваш проект будет собираться Отладочная его, соответственно, часть всегда вот с этим ключиком И это облегчит Вам жизнь Второй этап – это, собственно, релизный сертификат Вот здесь, соответственно, Вы с помощью вот этой же утилиты KeyTool Уже создаете свой собственный сертификат, который защищен Вашим собственным паролем и так далее Да, то есть каким-то уникальным И с помощью него Вы будете уже подписывать именно релизную копию Вашего приложения Потому что помимо Debug-версии всегда есть еще релиз, да, оптимизированная для выкладывания в Google Play Раньше Google позволял заливать в свою консоль даже приложения, подписанные вот этим Debug-сертификатом Вот, этим, в принципе, можно было пользоваться для отладки Вот, сейчас Google это запрещает Поэтому, соответственно, все приложения, которые Вы заливаете в Google Play Store Всегда должны быть подписаны каким-нибудь Вашим собственным уже сертификатом, который Вы сами сгенерируете Соответственно, опять делаете ключик, кладете в ту же вот директорию У Вас здесь уже два, да, ключа, один Debug, один релиз Соответственно, в Build Gradle указываете специальные, вот смотрите, в секции Signing Config Release Store Files Это, соответственно, путь, соответственно, к этому релизному ключу А вот здесь уже, как видите, специальные параметры Соответственно, это пароль, алиас и так далее Для чего это надо? Дело в том, что вот этот файл Build Gradle, да, будет гулять внутри Вашего проекта И, соответственно, возможно, он у Вас, например, open-source, и Вы кладете его в GitHub Да, и, соответственно, сами понимаете, не самая классная идея Внутри, соответственно, этого файла указывать вот эти пароли, которые могут увидеть другие люди Поэтому Вы указываете их, что они хранятся вот в специальном таком мапе Keystore Properties На самом деле, вот этот Keystore Properties, это просто отдельный файлик Вы его заводите, вот так вот Это, на самом деле, ключ значения, вот видите И вот этот файл Вы уже в Git не кладете, да То есть, скажем, Вы его кладете у себя куда-то на локальный сервер, да И во время сборки проекта Вы его, соответственно, себе просто копируете И, соответственно, храните То есть, его Вы, соответственно, в GitHub там не выкладываете И тем самым сторонние разработчики, да, не узнают Да, да, соответственно, сами сертификаты, да, ключики тоже Хорошей практикой существует, когда у Вас есть отдельные репозитории для сертификатов Ваших Потому что у Вас, например, ну для разного проекта может быть там свой сертификат сгенерированный И Вы можете их несколько штук нагенерировать, и чтобы они не терялись Заводите для них отдельные приватные репозитории И там их, соответственно, храните, чтобы они у Вас не потерялись И их оттуда, опять же, кладете внутрь проекта Вот, то есть, с подписью Вы разобрались Тут все понятно, да, дебаг лучше подписывать своим собственным сертификатом Чтобы не было конфликтов при переустановке приложений Релизный нам нужен, соответственно, для релиза Теперь такая штука называется ProGuard Это очень мощный инструмент, который идет вместе с SDK Android На самом деле ProGuard достаточно старый Он еще использовался в обычной Java У него два применения Это специальная утилита, которая вырезает лишний, грубо говоря, код Который не используется Например, у Вас есть зависимости от сторонних библиотек Сами понимаете, там может быть много других классов Которые, соответственно, Вам не надо включать внутрь своего приложения Потому что Вы, соответственно, это не используете И Ваше приложение от этого разрастется в объеме С помощью ProGuard вы можете как бы пошринкать Повырезать эти методы, которые, соответственно, не относятся к Вашему проекту И размер приложения существенно уменьшается Это вот очень популярный механизм Особенно с учетом того, что сейчас большое число библиотек сторонних, которые Вы используете У Вас обычно какой-нибудь dependency в Build Gradle вот такого размера Но используете Вы лишь малую часть Теперь представьте, что у Вас со всех этих библиотек эти методы, все и классы подсасываются И у Вас очень большой, соответственно, DEX-файл И он, конечно, начинает превышать вот этот размер, по-моему, мы уже говорили DEX-лимит, который есть 65536 методов У Вас создается второй DEX-файл, третий, может быть, и так далее Круто то, что начиная там с Android 5.0, ну и еще используя там Supporting Library У нас вообще появилась возможность преодолевать этот лимит в 65 тысяч методов Но тут другая проблема Дело не только в том, что как бы их просто много и их нельзя там подгрузить А дело в том, что еще запуск Вашего приложения существенно замедляется Когда у Вас большое число вот этих классов и методов Потому что при запуске приложения класс Loader загружает все Ваши классы как бы там к себе в память И чем их больше, соответственно, тем больше операций ему надо сделать И на медленных андроидах там и со старой версией можно прям видеть, что приложение очень долго запускается Именно из-за того, что очень большое число вот этих методов И тут есть такая проблема, что Вам, например, даже сплэш-скрин не помогает Потому что сплэш-скрин может появиться только после того, как всех в классы загрузились Активити там Ваша стартовала, да, и Вы можете отрисовать вот эту рамку А это происходит еще в тот момент, когда процесс только создается Класс Loader загружает вот эти все классы И Вы в этот момент ничего не можете сделать Поэтому человек просто тыкает на иконку, и как будто ничего не происходит А приложение, хоп, только спустя секунду запускается Это может быть именно из-за того, что у Вас большое число классов Большое число методов, ProGuard их порежет Вторая очень важная его деталь Это то, что он офусцирует код Что такое офускация? Это когда Ваши классы переименовываются, например, из класс MySuperClass в класс А, например Или в класс АА, или в класс BBB, там, CCC и так далее И так же самое называются методы Для чего это сделано? Декомпилировать Android-приложение очень легко Я сейчас покажу, как, в принципе, это делается И для того, чтобы, например, ну, злоумышленник или сторонние разработчики Как-то недостаточно быстро разобрались, как Ваше приложение работает Применяется механизм опускации Собственно, он переименовывает все методы, все классы И разработчику очень легко, сложно потом разобраться Где, какой вызов, куда происходит Да, в общем, какие там зависимости Он обычно очень быстро теряется Что происходит Это именно надо для того, чтобы как-то немножко Вас обезопасить От кражи Ваших исходников Чтобы другие люди просто, ну, не взяли, не скопипестили там Ваш код напрямую и так далее Единственное, в чем есть ограничения Дело в том, как помните Вы, когда запускаете там Activity, сервис и так далее За Вас сделает эта операционная система То есть операционная система должна знать имя класса Которое надо, грубо говоря, создать для запуска Вашей Activity И если у Вас Activity или сервисы будут офуссированы Да, то у Вас, соответственно, Activity названа А А в манифесте это, например, MainActivity И, собственно, Activity не будет создана Для этого вот в этом файлике про Guard Rules Вы можете прописывать исключения И вот эти все Activity, которые у Вас, собственно, стартуют из системы, да, напрямую Вам надо, соответственно, там указать и сервисы, да, соответственно Чтобы опускатор их не переименовывал во время своей работы Чтобы у них осталось старое имя Вы спросите, соответственно, как тогда обезопасить себя Чтобы пользователь не увидел, да, код Внутри вот этих главных Activity, внутри главных сервисов Потому что он же опуссирован не будет Соответственно, там будет читаться, как обычная простынка Тут уже, соответственно, пойдет там разговор об архитектуре, да, Ваших приложений О чем мы уже говорили Не надо много кода пихать внутрь Activity или внутрь сервиса Создавайте какие-то отдельные классы В них Вы описываете свою логику А внутри Activity Вы, соответственно, только дергаете методы Тогда у Вас там злоумышленник, я не знаю, сторонний разработчик Все, что увидит, это вызов двух-трех методов А дальше он пойдет вглубь, а там уже, соответственно, вот эти фусцированные методы И он не разберется Соответственно, zip-align enabled, это специальное ключевое слово Дело в том, что у Вас APK-файл, это на самом деле zip-архив И он должен быть специально выровнен для того, чтобы Google мог его там к себе принять Раньше надо было специальную утилиту запускать, zip-align, и ей передавать APK-файл Сейчас Gradle умеет это делать автоматически Все, что надо для этого сделать, это включить вот эту опцию zip-align Ну, minify-enabled, это, собственно, это как раз опускация вот этого кода с помощью Ну, то есть включение прогарда Если тут будет false, то прогард включен не будет Как видите, все это относится к секции релиз Чтобы вот эти действия происходили только когда Вы делаете релизную сборку, а не дебаг Теперь давайте поговорим о таком хорошем приложении, как называется Hockey App Я Вам настоятельно рекомендую его использовать Очень крутая штука Мы его используем внутри Mail.ru Яндекс, насколько я знаю, его используют Многие его используют Для чего он нужен? До того, как Вы опубликуете Ваше приколорастное приложение в Google Play Вам, скорее всего, его надо будет как-то показать знакомым Отдавать бета-тестерам Может быть, Вы захотите устроить мини-тестирование И распространить приложение внутри Вашей компании, где Вы работаете Для этого хорошо подходит Hockey App Это специальный сервис У них есть, во-первых, специальный SDK, который Вы интегрируете в Ваше приложение И такая веб-морда, которая выглядит примерно вот так Здесь большое число наших, например, приложений игровых И Вы заводите там, соответственно, каждое приложение И дальше оно выглядит примерно вот так Его, да, такая простынка Есть какое-то краткое описание там и так далее И, например, в том числе, вот, как бы запуски и так далее Для чего вообще это все надо? Во-первых, Hockey App позволяет распространять приложение То есть Вы туда загружаете АПК-файл Другой человек на Андроиде себе ставит приложение Hockey App В нем, соответственно, он может это приложение найти И через него поставить Ваше приложение, да, АПК-шку, которое Вы туда загрузили Если Вы обновили версию То у человека, у того тестера придет нотификация, что версия обновлена Да, и, соответственно, можно скачать обновление И когда он будет запускать приложение, там тоже будет показываться, что есть новая версия Еще один кейс – крэши в Вашем приложении Вряд ли Ваше приложение сразу будет стабильно работать Скорее всего, там будут ошибки Hockey App, вот этот SDK, который Вы встраиваете внутрь своего приложения Умеет перехватывать Java исключения Можно там OnCutExceptionHandler повесить Да, специальный класс, который ловит все неперехваченные исключения Он их ловит, stack trace форматирует и отправляет в этот вот сервис свой, да, в веб его часть И Вы можете, соответственно, на веб-морде эти крэши посмотреть Это еще удобно в каком плане? В Google Play консоли тоже есть раздел «Посмотреть крэши» Туда тоже прилетают вот эти падения приложений Но они туда прилетают с большой задержкой Иногда один-два дня, например, может пройти То есть, ну, не очень быстро Скажем, Вы выкатили приложение И там есть критический баг, который Вы пропустили при тестировании Да, в какой-то момент времени приложение крэшится Ну, например, там при включении Bluetooth, как было там с Google Music Да, там у всех оно падает Как определить, что у Вас появилась серьезная проблема? Вот в хоккее эти крэши приходят очень быстро Вы буквально вылили приложение И уже через час можете пойти и посмотреть статистику по крэшам И если там прям Вы видите, как там этот счетчик растет там с дикой скоростью Значит, что-то пошло не так Скорее всего, что-то пропустили Смотрите крэш, быстро исправляете и быстро отправляете фикс Это часто помогает, собственно, отловить критические баги Вот, то есть хоккей действительно хорошая штука Если Вы будете, собственно, проводить какое-то тестирование внутреннее Внутри там маленькой компании, большой, неважно Очень пригодится Но вот это мы поговорили про тестирование как бы такой Отладочной версии, да, тестовой А бывает такое, что что-то пошло не так с релизным билдом Вот прям реально там Особенно это неприятно Когда Вам приносят телефон Да, на нем стоит релизное приложение Оно падает, например И Вам надо выцепить, например, из него какие-то данные Ну, то есть там вообще посмотреть, что внутри Там файлов какие-то хранится Потому что, ну, например, оно крэшится Вы смотрите, exception Exception где-то там, что база данных, например, повреждена И Вы хотите попробовать ее восстановить и как-то вытащить Что делать? Ну, во-первых, первым делом надо смотреть логи Дело в том, что по умолчанию логи, которые, соответственно, выводятся там в локкад Вот, например, под флажком там дебаг Они вообще не будут выводиться для релизного приложения Вербоус будут выводиться, но не надо их писать все время Поэтому хорошей практикой Вы вокруг Вы создаете такой класс специальный, май логер Внутри моего приложения Который существует обертка вокруг системных вызовов Вот этих вот лог Для чего это надо? Смотрите, тут происходит специальная проверка Из logable и указывается тег метка И, соответственно, ну, приоритет Вот этот вербоус и дебаг Он проверяет, то есть, что включено логирование для такого тега По умолчанию оно будет отключено И логи в консоль не выводятся Это для того, чтобы в релизном приложении у вас там при открытии локкада Не было вот такой простынки каких-то там левых данных Пользователь обычно этого не увидит Но вы, как разработчик, потом вызываете магическую команду adb shell set prop log tag и указываете в метку Да, это вот этот вот тег И указываете, соответственно, вот этот вот, ну, степень, да Вербоус там дебаг и так далее После установки вот этого параметра Вот этот вот if условие, оно будет срабатывать как true И, соответственно, у вас лог начнет выводиться в консоль А вы, соответственно, это вы, ну, просто вам принесли устройство Его подключили по adb, набрали команду enter Перезапустили приложение и вот уже пошли логи И если вы достаточное количество их добавляли Вы уже можете понять, что с приложением не так, да Там какие-то данные не те загрузились, еще что-то Если этого недостаточно, можно попробовать релизное приложение Поставить на эмулятор И эмулятор может работать в режиме рута То есть у вас появится доступ внутрь вашего приложения Для этого надо набрать команду adb root Потом надо его перемонтировать, remount и adb shell После этого вы идете в директории там Slash data, slash data, ваш package name И вот директория с теми файлами, где, соответственно, хранятся какие-то ваши данные И вы можете посмотреть что-то не так Бывает такое, что, собственно, эмулятор все хорошо Все прекрасно Но надо как-то все-таки получить доступ к конкретному вот этой копии приложения Которое на вот этом конкретном устройстве Да, вот нельзя ничего трогать У него там какое-то такое состояние сломанное Которое вам хочется определить, что же не так Можно очень хитро обмануть Что вы делаете? Берете свое приложение И в секции релиз, как вы видите Указываете, соответственно, что вы хотите собрать его с режимом debug И, соответственно, устанавливаете, ну, фактически, как бы подписанный debug сертификатом приложения И что вы после этого можете сделать? Вы можете выполнить команду специальную run s Да, то есть выполнить под специальным пользователем Мы помним, что на андроиде все приложения запускаются как бы под своим пользователем И за счет этого обеспечивается вот этот sandbox, да, когда у вас доступ к вашей директории Вот чтобы у вас получился доступ к вашей директории, вашего приложения Вы должны, соответственно, войти под именем как бы своего приложения Но это работает только для debug приложения, которое подписано debug сертификатом Вы выполняете вот эту команду run s и, соответственно, можете пройти сюда Это подойдет, если приложение было подписано debug сертификатом Но не подойдет, к сожалению, если, конечно же, приложение было подписано релизным сертификатом Потому что у вас при установке система скажет, ну, что, к сожалению, сертификат не совпадает и обновить его нельзя Можно только принудительно переустановить, да, удалив старое Вам надо сохранить состояние Тогда есть еще более хитрый способ Нет, как раз вот R позволяет вам переустановить, не удаляя старую копию Это всегда очень важно, если вы, потому что если вы без него То он, соответственно, предложит вам там, ну, скажет, что такая версия установлена И вам надо uninstall сначала вызвать Вот, но есть еще хитрый способ Значит, есть вообще шикарная вещь, которую должен держать у себя каждый андроид-разработчик Называется эта штука apk-tool хранится Она вот здесь указана Там описана где-то вот секция install, как его установить Потому что там это java-приложение, jarnic И вокруг него еще есть специальный скрипт, который позволяет его выполнять Но, в принципе, настроить его легко Что оно делает? Оно на самом деле декомпилирует любое приложение Вы ему на вход передаете apk-файл, флажок d, dem decompile И, соответственно, на выходе вы получаете директорию с кучей файлов Там будет и андроид-манифест, который вы можете просмотреть, что там в нем хранится И, соответственно, исходники, там это смоли-файлы такие специальные Это ассемблер, который, ну, сгенерированный, да, вот этот DEX Если код не офусцирован был, то вы можете читать его практически как открытую книгу Если офусцирован, разобраться сложно Но мы тут, в принципе, говорим про то, что мы хотим разобраться с нашим собственным приложением И для чего мы можем это сделать Вот мы взяли свое релизное приложение, прям подписанное боевым сертификатом Прогнали его через, соответственно, apk-файл, декомпилировали Заходим в манифест И там есть специальный флажок Android Debugable И оно стоит false Потому что релизные приложения, они не дебагабл И, собственно, нельзя получить ни доступ под отладчиком Ни, соответственно, через команду run s А вот когда мы поставим флажок true Теперь можно, потому что Android будет считать, что приложение на самом деле Ну, отладочное, не релизное И можно получить туда доступ Поменяли Android Manifest С помощью apk-tool его собираем обратно Да, то есть тут на самом деле сделать такое пару раз и ничего сложного нет Так, благо тут просто несколько команд набрать То есть мы упаковываем его обратно, да, вот эту директорию В output, соответственно, вашу apk-шку Потом выравниваем с помощью zip-a-line Потом переподписываем его заново, да, подписываем другим сертификатом И, соответственно, делаем adb install И заново можем вызвать команду run s И уже попасть внутрь нашей директории релизного приложения, да, не дебагвал Это достаточно важно и бывает очень удобно Вот это переподписывание сертификатом Тоже такая коварная штука Мы как-то раз нашли китайский магазин, где нашли все наши приложения Там mail, почта, там, игры, там, еще что-то И при этом они, собственно, не устанавливаются поверх, да, потому что, собственно, там конфликт происходит с сертификатом Стали разбираться, что такое На самом деле китайцы брали эти приложения Выкачивали из Google Play Есть механизмы, как их можно скачать, да, там API меняется, но есть сервисы сторонние, которые позволяют Брали, декомпилировали их, переподписывали своими сертификатами Упаковывали и выкладывали в свой, там, китайский магазин С несколькими удалось там разобраться Им писали там претензию, их убирали Но большинство, соответственно, выходили под каким-то там чужим именем, там, соответственно И как другое приложение Собственно, бывает так вот Китайцы используют такой механизм, переподписывают своими сертификатами Но вот это АПК-тул действительно полезная вещь В общем, я очень много раз ей пользовался Именно бывает такое, что Вот приложение собрано Вы его собирали Особенно если у вас участвуют какие-то скрипты в его сборке Вы ставите, и что-то не так И вам надо разобраться, что пошло не так при сборке Возможно, ресурсы не те положились Или еще что-то такое В общем, АПК-тул в этом плане всегда помогает Вы его натравливаете на АПК-шку Получаете на выходе распарщенное приложение Там ресурсы все лежат под тем директорием, да, как обычно И вы смотрите на состояние самого приложения Что там было не так Иногда приходится что-то там, например, в том же манифесте поправить И переподписать его заново В общем, очень удобный механизм Они ее обновляют Обновляют, потому что вот этот формат DEX, он там меняется эпизодически Ну, в общем, сейчас работает и все хорошо Собственно, ну, это все, что казалось подготовке приложения к публикации Сама публикация очень простой процесс Мы не стали как бы добавлять Если вы захотите когда-нибудь выложить ваше приложение Все, что вам надо, зарегистрироваться в Google Play консоли Заходите, и там простой визор, через который вы просто там Заполняете формочку описания вашего приложения Потом есть секция, типа, загрузите ПК Кладете туда ПК Он помещается Потом вы указываете, в какую секцию вы его кладете Там есть альфа, бета и релиз Обычно вы кладете куда-то в альфу Альфа нужна для того, если вы хотите потестировать Ну, внутри среди ваших собственных разработчиков и тестировщиков Оно доступно только для По специальной ссылке Бета-версия – это обычно специальная версия приложения Куда могут получить доступ вообще другие люди Для этого обычно надо завести в Google Плюсе И такая, собственно, их социальная сеть, которая там помирает Завести специальную группу И вы можете указать, что членом вот этой группы есть доступ к бета-версии И, соответственно, после этого другой человек может прямо из Google Play оставить бета-версию Ну и релиз, соответственно, это боевая версия Куда вы ее помещаете Оно публикуется во всем мире О чем надо помнить? О том, что вы берете, загружаете вот этот файл Если вы сразу поместите его в секцию релиз и нажимаете кнопку как бы опубликовать Оно не тут же доступно сразу всем станет То есть большинство людей будут говорить Я ищу, у меня ничего не находится в Google Play Дело в том, что для распространения АПК-файлов Google использует несколько дата-центров по всему миру Это так называемая CDN-сеть И Google, когда вот этот АПК-файл раскатывает, как мы говорим, такой термин Это значит, он копирует его в разные дата-центры Это сделано для того, чтобы загрузка у пользователя была быстрая Чтобы он не качал из Европы, с американских серверов на самом деле А из ближайших в Европе И вот этот процесс, пока этот АПК распределится по всем дата-центрам Он достаточно долгий, иногда сутки занимает И, соответственно, версия может быть доступна в некоторых регионах только спустя день Но есть как бы чит Когда вы кладете в раздел вот эту альфу АПК уже начинает раскатываться по всем дата-центрам И, соответственно, после того, как вы поместите ее в релиз и нажмете опубликовать Оно доступно всем будет, если уже прошел день со времен публикации в альфы Поэтому обычно мы кладем в альфа-версию Тестируем, что у нас ничего не отвалилось по дороге Что все работает нормально Например, некоторые механизмы, такие как оплата встроенных покупок Она может быть сделана только если у вас приложение опубликовано в Google Play консоли То есть нельзя протестировать через дебаг-версию в Android Studio Там не работает этот механизм Мы проверяем платежи, как раз, что все хорошо И после этого, когда тестировщики дают добро На следующий день нажимаем кнопку опубликовать И тут же оно становится всем как бы доступно Ну, собственно, так процесс публикации происходит Вот, это, в принципе, у нас все Все, что касается вообще нашего курса разработки Я надеюсь, что вы узнали что-то интересное и новое Вот, и информация будет вам полезная Все, что хочу напоследок сказать, что Мы этот курс ведем два года И на протяжении двух лет мы каждый год, каждый семестр обновляем что-то в лекциях Это потому, что платформа Android меняется очень быстро Появляется новая API Нельзя прослушать курс и, грубо говоря, использовать этот материал на протяжении всей жизни Помните о том, что SDK меняется Если вы хотите быть Android-разработчиком Подписывайтесь на различные ресурсы какие-то, где проходит информация о каких-то изменениях Читайте новые статьи, которые публикуются на Hubber Hubber Я не знаю, многие разработчики ведут собственные блоги Есть хорошие разработчики, которые много пишут Не забывайте читать И, соответственно, быть в курсе новой информации Чтобы понимать, что поменялось в мире Android Для того, чтобы, собственно, всегда использовать последние версии API И, собственно, делать хорошие качественные приложения Ну, вот, собственно, наверное, это все Если вопросов нет, то на сегодня Давай Как происходит дальше обновление? Все просто У вас, если вы помните, в Android-манифесте есть специальный параметр Называется он version code Да, есть version, а есть version code Это int число, которое просто надо инкрементировать Его можно инкрементировать из build-gradle Соответственно, вы подготавливаете update У него увеличиваете там на единичку, например, этот version code Собираете новый APK Выгружаете в Google Play И Google Play видит, ага, version code новый И говорит, что мы делаем Предыдущую версию, говорите, disable Новую там, enable И он, соответственно, ее включает Все И эти сборки у вас потом там копятся внутри консоли Вот, соответственно, чтобы вы видели как бы хронологию их обновлений То есть, он само как выключается целый день, а так же будет? Да, пока APK файл не раскатается Но все равно это быстрее, чем у iOS Потому что у них еще проходит процесс ревью Сейчас, конечно, Apple сделал очень многие У них ревью процесс тоже проходит обычно за день-два Но бывает, может, вот в праздники Сейчас, например, рождественские праздники К ним куча компаний готовят обновлений всегда Да, то есть, там какие-то там акции новогодние и рождественские и так далее И идет гигантский поток загрузки новых вот этих файлов APK и IPA, если это iOS И ревьюверы, например, Apple, они не успевают все проверить И они могут проверять приложение на протяжении недели Раньше вообще ревью процесс занимал две недели Это вы залили приложение И только через две недели, может быть, оно будет доступно для публикации У Google совсем все проще Они, соответственно, ручное тестирование проводят эпизодически, избирательно Все делает в автоматическом режиме Но обычно, соответственно, загрузка денег Но опять же, вот в такие дни, в праздничные Раскатка приложений может занять больше времени Потому что просто идет очень большой наплыв APK И Google обычно об этом предупреждает Что мы рекомендуем вам заранее залить версию Чтобы она там лежала И успела раскататься Вот в такие праздничные дни Некоторые, типа Apple, iTunes Они вообще берут период на вот такие праздники Когда вообще запрещают загрузку новых версий Это бывает очень печально Потому что, скажем, вы залили версию Менеджер ваш кричит, что давайте мы сейчас обновим Вы в последний момент заливаете версию Там критикал баг, а новую версию вы залить не можете Потому что все, iTunes Store ушел на maintenance Как они называются, да, на обслуживание И вы не можете пофиксить критикал баг Тогда начинаются письма в Apple слезные Что нам надо срочно пофиксить баг Вот, пожалуйста, все-таки пустите нас Обычно они какое-то там дают добро Вы там заливаете этот файл Но не всегда Иногда не могу сказать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!